Но если мы можем настроить engines и у нас есть memcached, то, наверное, можно настроить и заставить их работать вместе. Можно. Для этого только нужно произвести настройку memcached в анминке, как я ранее уже говорил и показывал, и настроить engines. Но конфиг у нас будет немножко другим. Ну и, соответственно, если мы хотим, чтобы у нас кэш не только хранился memcached, но и давался с помощью engines, нам необходимо несколько иначе настроить конфиг файлы engines. У нас есть memcached и engines. Давайте заставим их работать вместе. Для начала включаем memcached, сохраняем. Сайт у нас стал работать сохраняем кэша memcached. Все замечательно. Но мы не можем настроить уже engines, как было сделано ранее, потому что там настройка сводится к тому, что engines идет и берет из определенной папки, где у нас хранится файлы кэша, кэш и отдает его браузеру. В данном случае надо заставить engines ходить в memcached и оттуда уже брать кэш. Для этого нам необходимо немножко по-другому перенастроить конфигурационный файл. Необходимо в набор условий дополнительно сделать проверку на то, что user-agent поддержит дефлайт сжатие. Оно нам необходимо. Далее аналогичным образом два блока. Вот разберем на примере, так они примерно одинаково, на примере конструкции для открывания непосредственно PHP файлов. Опять же, здесь добавили дополнительную буковку. Если у нас соответственно все условия не выполняются, break и engines работает просто как проксирующий сервер для Apache. В противном случае, что мы делаем. Объявляем тип по умолчанию. Делаем собственно строку запроса, ключ memcached. Если у нас все условия выполнились, мы передаем заголовок content encoding deflate. Выполняем подключение к memcached. И собственно, если у нас происходит 404 ошибка, передаем выполнение Apache. Чтобы в данном случае, если у нас кэша нету, то заполосился Apache и выполнен все необходимые действия. Все сохранили. Констроили. Перезапускаем engines. Открываем сайт. Сайт работает. Замечательно. Каким образом нам проверить, что у нас работает engines и memcached. Для начала давайте остановим, как мы ранее делали, Apache и посмотрим. Как видите, даже при установленном Apache у нас все работает. Если мы откроем админку, обновим, как видим, 502 ошибка, Apache не работает. Пойдем дальше. Проверим, что отдается не с диска, а с memcached непосредственно. Для этого остановим memcached. Стоп. Открываем опять страницу. Как видите, 502 ошибка произошла у нас, потому что мы остановим memcached. Engine пытается сюда сходить, обратиться, получить кэш, но не может. В обратном порядке мы можем допустить Apache. Также получаем ошибку здесь, но здесь у нас все наработает. А вот здесь мы не можем пойти в memcached и получить страницу. И если запустим memcached, то мы можем увидеть. В первый раз страница генерируется. Как видите, длинный запрос отдается Apache. Еще раз обновляем. Время, соответственно, серьезно сократилось. 7 миллисекунд. И уже отдача кэша произошла из memcached. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...